Последний звонок отзвенел и в школах за колючей проволокой. Образовательные учреждения в зонах уходят на каникулы, но сначала государственные экзамены. В вечерней школе исправительной колонии номер 4 обучается около 50 человек. В этом году впервые за долгое время набрали начальную школу. Оказалось, что около 15 взрослых мужчин не могут даже поставить собственную подпись. Здесь и хочет читать и писать. По закону понудить получать образование руководство зоны может тех осужденных, которым нет еще 30 лет и которые школу не закончили. Остальным образование по желанию. Уроки здесь, как в обычном образовательном учреждении, те же контрольные самостоятельные домашние задания. В конце года выставляют оценки. За все время существования школы отличников здесь не было. Неудивительно, в строгом режиме К4 отбывают наказания рецидивисты. В основном по статьям за воровство и наркотики. Я учился здесь второй год, чтобы получить свое образование. Так как у меня не было возможности нынче как на свободе получить образование. Я попал в эти места и вот хотелось бы здесь получить. Здесь очень замечательно учителя, здесь очень хорошие программы. Здесь обучаюсь, здесь можно получить образование. Поэтому я здесь учился активно. Это 11 класс. Буквально завтра им предстоит сдавать выпускные экзамены. Не ЕГЭ, конечно, но по тому же принципу. Тестовые задания на бланке под запись нескольких камер. На проверку Киму увезут в Институт оценки качества образования. Два года назад у нас вышли самые сильные ученики, где были и четверки, и пятерки. Теперь, к сожалению, вот нет таких учеников. Начинали обучаться 81 человек. В связи с тем, что нынче меняют людей по колониям, на конец года 57 человек осталось. В 11 класс заканчивают 8 человек. Все они успешно дошли до экзамена. В Зоновской школе те же предметы, что и в обычной. А вот выпускные экзамены только по русскому и математике. Их результаты, конечно, не будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. Но по этому поводу здесь никто не переживает. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кинишма.